всем привет меня зовут любомир борода и сегодня я хочу показать вам один из способов декорирования паракордового браслета обычные паракордовые так называемые кобры декорирование микроаккорда в принципе тут секретов то никаких нет и в роликах на ютюбе это достаточно легко всегда было найти но почему я решил вам это показать совсем недавно в своем instagram аккаунт я выложил совершенно небольшой кусочек там буквально на секунд 12 что ли как я делаю буквально два стежка декорирования своего браслета варяг и вот этот вот маленький ролик насобирал несколько тысяч просмотров и огромное количество комментариев где все друг другу показывают рассказывает делится пишет что как это восхитительно там благодарности какие-то спасибо вот мы соответственно раз вам так трудно найти в интернете как вот это делать давайте я вам тоже покажу ну собственно для браслета вот он у меня сейчас идет на руку 19 сантиметров в обхвате я беру все время с запасом беру два метра микрокорда микрокорда я использую компания это вот американской вот вот сейчас для декорирования данного браслета черного цвета я беру микрокорд цвета неви для удобства декорирования для работы с микрокордом я использую вот такую вот иголочку и теперь же которую можно там где продают инструменты для работы с паракордом это наверное обзор магазинов отдельная тема для ролика собственно одеваем вкручиваем так сказать микрокорд в иглу ты стартуем для того чтобы было видно я беру последний узел в плетение на уже сплетенном браслете и изнутри иглой видно да продеваю микрокорд оставляю вот такой вот хвостик сантиметра 45 для того чтобы потом мне его было проще убрать в тело браслета и поехали плести берем первый стежок с противоположной стороны от места где мы продели микрокорд вот он и проходим углой все очень легко вот так вот у нас аккуратненько получилось придерживаем нижний конец чтобы он у нас хвост не уехал дальше что мы делаем теперь мы продеваем под нашим микрокордом заходим сверху и продеваем углы под нашим стежком микрокорда проехали чуть-чуть аккуратненько вот так вот закрепили теперь делаем вот такое движение собственно берем нашу иглу и заходим в этот же наш паракордовый первый стежок только уже отсюда с внешней стороны и стараемся сделать так чтобы игла у нас выходила ближе к нам по отношению к стежку микрокорда то есть чтобы мы его не путали аккуратненько вот таким образом придерживаем вот видите да вот он загоняется аккуратно смотрим чтобы микрокорд не перекручивался вот так вот этого выравниваем аккуратно чтобы он шел красиво по своей структуре не было никаких дурацких переплетений вот получается вот такая вот штуковинка один к одному мы стоим ровненько дальше заходим опять же так как в первом первый раз когда мы начинали просто без всяких выкрутасов заходим вот сюда в эти так сказать ворота прогоняем до конца и опять сверху цепляем наш стежок микрокорда то есть повторяем все то что делали только что только в зеркальном отображение прогнали перекинули петлю сюда заехали с внешней стороны в ворота опять же посмотрели чтобы не наехать на наш стежок не запутать его не переплести а поставить ровненько параллельно друг дружечки вот таким образом видите идет аккуратненько вот поставили едем дальше опять загоняем ворота все время смотрим чтобы микрокорд у нас не перекручивался чтобы он у нас идет структура у него тело квадратная соответственно мы стараемся делать так чтобы он не крутился а именно наложился той плоскости которого он лежит например в начале то есть если он отсюда выходит так то здесь он должен так без перекрутов каких-то спиральных если конечно можете делать с перекрутами но смотреться это будет уже как у лохов вот опять же видите крутится микрокорд аккуратненько ставим его на место нашел как по маслу все вошли процедура повторяется опять заходим сверху и аккуратненько ничего не перетягивая но и не не дотягивает то есть все сказать знаком для завершения затягивания должна быть просто остановка самого паракорда самого микрокорда то есть он вам сам подскажет когда все вот оп потянули все дальше не идет никуда дальше тянуть надо нарываться жопу рвать не надо вот так вот и все так будет очень красиво очень ровно и прекрасно замечательно потому что начнете перетягивать у вас здесь будет стянуто здесь не дотянуто будет все криво неровно некрасиво собственно зачем тратить свое время силу материал для того чтобы сделать очередную какашечку лучше подойти к делу тщательно основательно все хорошо продумать постараться и родить достаточно интересное изделие ну тут все понятно давайте еще раз покажу замедленном виде ворота заходим прошли сверху через наш стежочек ворота заходим с противоположной стороны поставили параллельно нашему стежку тянули прогнали микрокорда до конца посмотрели чтобы он не перекрутился собственно вот так на этом наверное наша съемка закончена всем спасибо благодарю за внимание до новых встреч если есть какие-то вопросы пишите будем стараться их разобрать и ответить